Всем привет! Начала сейчас смотреть заказ с какого же каталога я снимаю и даже немножко обалдела то, что уже 12 каталог Avon, уже прям время бежит. И в этот раз у меня был опять маленький заказ, но надеюсь, что он будет интересным, потому что здесь будут практически одни новинки. Точнее, здесь будут новинки 13-12 каталогов, один приз, который там за что-то полагался, такой приз-сюрприз. И единственное, что будет таким, может быть, не очень интересным, там одна вещь, которую я заказывала в распродаже, а все остальное будут новинки. И начну с новинок, как всегда, 13-го каталога и, как всегда, начну с парфюмерных вод. И первая парфюмерная вода – это Farway Rebel, такой фиолетовый красивый флакончик. Чем-то напоминает вот такой вот он скошенный, был такой флакончик Beautiful Butterfly, по-моему, но единственное, что здесь он еще вот такой какой-то немножко более симпатичный. Что касаемо аромата, аромат для любителей сладости, такой сладости сахарной, немножко притерной. Здесь чувствуется вот эта соленая карамель, она прям явно ощутима. Этот аромат, кстати, ну не то чтобы сильно похож, но он вот из того же разряда, как Парижский Шик, Кристиан Лук Руа Бежун. Ну вот они все-таки чем-то схожи вот именно своей вот этой какой-то сахарной притерностью, но этот аромат, наверное, менее притерный, потому что здесь еще есть что-то такое фруктовое, что прям явно разбавляет эту притерность, сладость, сахарность, вот эту карамель соленую. Да, прям такой притерный, но с фруктами. Вот эти фрукты ощутимы. Ну все равно для любителей сладенького. Следующая, это уже, по-моему, туалетная вода. Да, туалетная вода. Attitude называется. Да, кстати, здесь есть крышка, здесь не заглушка, здесь есть колпачок. И, несмотря на то, что это очень бюджетная водичка, и она такая вот, ну, миленькая, простенькая какая-то, несерьезная аромат, с одной стороны, достаточно простой, приятный, здесь прям изначально чувствуются цитрусы, такие приятные цитрусы, не просто прям, знаете, освежитель в туалете лимонный какой-нибудь, а вот именно приятные цитрусы, такие свежие, вкусненькие, но аромат достаточно интересный, несмотря на свою цену и такую вот упаковку. простенькую, потому что потом, после, эти цитрусы чувствуются в основном вот из флакона, и как только вы их наносите. Потом, когда уже нанесли, сейчас вот еще раз нанесу, я уже сама забыла, что там потом, я просто помню, что потом другой является аромат, потом появляется нечто такое сладкое, ну, прям слегка сладкое, то есть вот сквозь вот эту всю свежесть цитрусовую, небольшая сладость, такая какая-то немножко терпкая, то ли ягодная терпкость, то ли фруктовая терпкость, такая непонятная. А когда я вышла с этим ароматом на улицу, то я вообще почувствовала такую нежность цветов, который мне, кстати, напомнил, есть аромат Вейвен Сент Эссенс с пионом, такой нежный, который мне очень нравится. Вот что-то очень похожее, но вот сейчас, сейчас не чувствую. А вот когда выходишь на улицу, вот что-то такое прям нежненькое, цветочное появляется, то есть аромат постепенно раскрывается и раскрывается, несмотря на свою цену, он очень интересный и очень мне понравился. Оба аромата мне, в принципе, хорошо, прям вот так, ну, не скажу, что они прям, все, я без них жить не могу, но прям достаточно сильно мне понравились, очень они приятные, просто один более свежий, сейчас вот пока еще и жара вообще отличный, а Far Away вот этот Rebel, он более, конечно, сладкий, приторный, но такие ароматы я тоже люблю. Еще одна новинка 13-го каталога, это мицеллярная вода, освежающая кислородно-мицеллярная вода от Клиаскин, которая практически ничем не пахнет, но все-таки имеет небольшой такой аромат, какой-то вот еле-еле уловимый, не очень приятный, какой-то непонятный, вот я даже не могу объяснить, что это. Ну, это практически незаметный аромат. Что касаемо действия, то поначалу мне показалось, что она действует, как все мицеллярки, то есть удаляет все, но не совсем все, не до конца, такого прям очищения супер-супер нет. Все мицеллярки, они оставляют что-то, допустим, там какой-то карандаш, карандаш, который сбился между ресничками, какие-то остатки там, ну, в общем-то, ну не до конца мицеллярки очищают. И я подумала, что эта мицеллярка такая же, но когда я пошла купаться и еще дополнительно там терла глаза, я просто посмотрела на себя в зеркало и была такая пандочка, прям нормальная такая пандочка с черными глазами, то есть все-таки немножечко она, наверное, то ли, может быть, уступает другим мицелляркам, может быть, я как-то плохо так потерла глаза, хотя, в принципе, мицеллярной водой особо глаза не надо тереть, да, они должны сами так хопс, и все ушло. Но вот мне кажется, что немножечко она как-то не дотягивает. Очередные шарики Вейвен. Я никогда не понимала шарики, честно. Мне кажется, что это некий такой понт, что ли, вот просто выпустить какие-то шарики. Я понимаю рассыпчатую пудру, то есть когда вам нужно нанести более какой-то плотный слой пудры. Я понимаю компактную пудру, которую вы можете взять с собой и припудриться там с помощью пуховки. Но вот шарики, вот чем они лучше, чем компактная или рассыпчатая, я не понимаю. Никогда этого не понимала, но заказала. Тем более, что у меня уже давно спрашивали, хотя, не знаю, они только появились. У меня в оттенке, сейчас посмотрю, Light Medium. Light Medium, я не помню, там самые темные или самые светлые были. Сейчас, в принципе, посмотрю. Это самые темные. Честно, я бы не сказала, что они прям... Ну, почему так всегда со мной? Мало того, что рассыпались шарики, так я еще сижу вся в этих шариках, вся в этой пудре. Вот. Я бы не сказала, что они самые темные, что это прям темная какая-то пудра. Но, в принципе, для меня сейчас нормально. Сейчас они у меня тоже на лице. Но, правда, уже... Нет, это из-за освещения у меня так носит лицо. Матируют неплохо. По крайней мере, неплохо для пудры в шариках. Потому что все равно, я не знаю, будет ли вам видно, но эти шарики вот не особо глянцевые по сравнению с той пудрой. Вот у меня давно-давно была пудра в шариках. Сейчас тоже есть. Именно пудра, не румяна. Прям пудра называлась. И те шарики были какие-то вот замыленные, глянцевые. Они были более мелкие, мне кажется. И они как-то вообще не давали никакого эффекта. То есть эти шарики, да, когда вы наносите на кисть, они прям... Прям видно, что на кисти пудра действительно. И вот для шариков все-таки они неплохо матируют. Конечно, это ненадолго. Но можно брать, но честно... Ну так, для разнообразия. Кому нужно именно разнообразие. Если вы ищете... Вот у вас одна единственная пудра, вы ищете какую бы самую хорошую взять, то, извините, эта пудра, я не знаю, сколько она будет стоить в каталоге. Но не самая бюджетная в AVEN, я так думаю, что она будет. И, ну, может быть, просто я не понимаю эти шарики, в чем тут прикол. Но если бы я искала прям вот одну единственную какую-то хорошую пудру, то лучше бы я себе заказала там рассыпчатую пудру, чтобы хорошо плотно наносилась при желании. Либо компактную пудру, если мне не нужно плотное покрытие. Ну а так, в шариках для разнообразия, в принципе, неплохо. Неплохо матирует. Хорошо ложится. На коже, кстати, смотрится очень красиво. Ничего нигде не блестит. Так что, в принципе, нормально. Мое мнение, нормальные шарики, если вам нравятся шарики. Еще одна новинка 13-го каталога. Вот такая маска от INDU CLINICAL. Защита и восстановление антиоксидантно-отчащая маска. Это маска с глиной, которая застывает. Кстати, застывает очень быстро. Есть маски, которые долго застывают. А это прямо через 5 минут уже все. Она вся целиком полностью застыла. И как-то застывает таким ровным, красивым слоем. У нее, кстати, единственное, какой-то не очень приятный аромат. Маска такой спирта. Сначала вот какой-то прям спиртовой. А потом появляется, когда уже разносите по коже, появляется какой-то запах гуаши. Долго пыталась вспомнить, что это за знакомый такой запах. Прям гуашей пахнет. Но по действию маска очень хорошая. Очень хорошо очищает кожу. Не знаю, как она там будет сужать поры. Но почему-то вот ей я как-то доверяю. Не знаю. Прям вот после нее кожа действительно была какая-то такая вся чистенькая, гладенькая, матовая. При этом кожу не стягивает. Но по крайней мере мою. У меня комбинированная, склонная к жирности кожа. Мою кожу не стягивает, не сушит. Хотя после всего этого делает такой матовый финиш. Но кожа все равно остается такой мягкой какой-то. Чистой. Маска мне понравилась. И последняя новинка 13 каталога. Вот такая пена для ванн. Это ванили карамель. Здесь чувствуется карамель. Я не чувствую здесь прям вот такой явной ванили. Вот эта ваниль здесь чувствуется какая-то немножечко, не знаю, цветочная что ли. Но какая-то вот такая непищевая сладкая ваниль. Вот как-то немного по-другому она слышится. И карамель, такое ощущение, что здесь она вот тоже такая соленая какая-то. Но вот какая-то необычная такая карамель. То ли вот это сочетание ванили и карамель. Но вот карамельный запах, но вот какой-то странный. Немножко вот это, ну вот что-то еще такое непонятное. Новинка, по-моему, уже 12 каталога, который я заказывала в прошлом каталоге. Но она мне не пришла. Вот такое трехфазное масло. Я забыла найти его в каталоге, что же оно там делает. Итак, здесь одно нанесение, тройной эффект, питание. Вот этот верхний слой за счет органового масла. Средний слой, вот этот светленький, гладкость придает. Специальный праймер-кондиционер. Удерживает влагу в коже, выравнивает ее поверхность. И вот внизу, вот этот нижний слой, дает омоложение экстракта зеленого чая. Что могу сказать? Кстати, имеет такой аромат. Напоминает какую-то маску вейву. То ли огурец с чайным деревом. Что-то такое травяное. До этого было вот такое маслечко, которое по цвету напоминает средний слой. В этом трехфазном средстве. Просто здесь на русском ничего нет. Поэтому не могу ничего здесь прочитать. Я их сравнила. И вот это средство, новинка, да, вот это трехфазное. Оно, его нужно взбалдывать. Оно получается таким немножко мутненьким. Оно более жирное. Причем вот это маслечко, которое просто легкое масло для лица, оно наносишь на кожу и через, не знаю, 5, ну максимум 10 минут ты его на коже уже не чувствуешь. Оно все впиталось. Действительно такое легкое. А вот что касаемо вот этого средства, оно было у меня на лице, наверное, на протяжении двух или трех часов. И оно не впитывалось. Вот до конца. То есть я проводила по коже. Я чувствовала, что кожа до сих пор в масле. И я даже не знаю, когда это средство впиталось. Может быть, я не знаю, подушку все вытерло. Потому что я уже легла спать. Вот 2 или 3 часа я с ним походила, легла спать. И когда ложилась спать, оно еще не впиталось. То есть оно, наверное, для супер такой сухой кожи. Я не знаю, насколько вот мне будет подходить это средство. Потому что у меня не супер сухая кожа. Ну, может быть, как раз к зиме там. Но вот по сравнению с вот этим маслом, это гораздо более такое маслянистое, жирное средство. И если вот этого вам было недостаточно, то вот этого, я думаю, что вам будет вполне достаточно. Еще одна новинка 12-го каталога – это сыворотка. Вот Advanced Techniques, увлажняющая сыворотка, роскошное питание и блеск волос с кокосовым маслом. Ну, что, кстати, касается кокосового масла, по аромату здесь кокосом не пахнет. Чем-то таким сладеньким. Слегка отдаленно напоминает еле-еле уловимый аромат меда. Ну, вот что-то сладенькое такое. Сыворотка здесь 100 мл. Она достаточно густая. Ну, наверное, как все сыворотки в Эйвен. Только она здесь больше, здесь 100 мл. В тех, сейчас скажу точно, в тех был 30. В этой 100. Сыворотка очень мне понравилась. Сыворотка действительно хорошо увлажняет, питает, придает блеск волосам. И если у вас такая повышенная лохматость, как у меня, и нужно утяжелять волосы, то прям в этом плане очень она хорошая. То есть обычно у меня... Буф! Я понимаю, что многие сейчас могут сказать, что у меня там волосы необъемные, еще что-то. Девочки, я с этапа горло этим объемом от своих собственных волос с детства. Я ненавижу волнистые волосы, вот эту лохматость, пушистость. Ну, в общем, вы поняли. Я люблю, я с детства мечтала вот о таких гладких, прямых, пусть там висящих сосульками волосах. Это, наверное, знаете, всегда так. У кого... И многие мне говорили так всегда. У кого волосы прямые, те хотят какую-то там пышную шевелюру, они их накручивают. Те, у кого волосы сами по себе кучерявые, кудрявые, волнистые, они их берут, выпрямляют. Вот, и я точно так же, я не исключение. Мне нравится, когда волосы вот такие гладкие, прямые. То есть, в последнее время я их не выпрямляла, потому что дала, так скажем, им отдохнуть летом. Старалась не выпрямлять, не красила. Сейчас наконец-то покрасилась. Вот они отдохнули, а теперь я их буду заново мучить. Я их покрасила, теперь буду выпрямлять и мучить. Вот, но мне нравится такой эффект, когда волосы вот немного утяжелённые. И сегодня с утра я проснулась, и я поняла, что волосы, даже мои, которые ещё не выпрямлены, они действительно более какие-то гладкие, за счёт того, что они более тяжёлые стали с этой сывороткой. Хотя она... Я её наносила не... Ах, как много я её наносила, как всегда, как все сыворотки до 20 техникс. Не наношу на корни, потому что это будет жесть. Если у вас жирные корни, ни в коем случае. Вот, наносила только на длину, на кончики. И мне очень понравилась эта сыворотка, тем более, что здесь 100 миллилитров. И осталась одна не новинка, которую я заказала там по распродаже. Это карандаш от Люкс. Гель-вый карандаш. Мне как раз нужен был. В чёрном оттенке. Очень такой жирненький. Потел на гель-вые карандаши, потому что они хорошо подходят для слизистой. Никуда не деваются. Даже когда вы снимаете макияж, всё равно на слизистые они остаются какое-то время ещё. И здесь, кстати, есть вот такой типа кисть, не кисть, не знаю, как правильно обозвать. В общем, для растушёвки. Вот этот кончик. И обычно вот такие, вот именно кисти, да, бывают такие какие-то пористые, сделанные из, ну, вот как спонжики бывают, да, в тенях. А это прорезиненный такой кончик. Первый раз встречаю. Ну, и мягкий. Ну, в принципе, я пыталась там что-то растушевать вчера. Тушуется, но, честно говоря, не скажу, что прям супер-супер. Но вот первый раз повстречала такой кончик. Карандаш отличный. И последнее, что вам покажу, это вот тот самый приз-сюрприз, который там был по какой-то акции. Мне досталась сыворотка от Адванс Техникс, которая идёт для сухих кончиков, сияние день за днём, по-моему, называется. Очень люблю эту сыворотку, как все сыворотки от Адванс Техникс, за то, что запечатывает секущиеся кончики, делает волосы более послушными, гладкими, и, в принципе, делает всё то, что делают обычные вот такие маслянистые сыворотки, несмываемые. Вот и всё. Надеюсь, что этот заказ, несмотря на то, что он был таким маленьким, я надеюсь, что он всё-таки был интересным, поэтому ставим пальчики вверх, подписываемся на мой канал. Я всех люблю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok